Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, сегодня знаменательный день, сегодня входит праздник Шивот, праздник Пятидесятницы, и в этой проповеди сегодня я бы хотел поделиться некоторыми мыслями о том, что говорит нам Божье Слово, раскрыть какой-то более глубокий смысл того, что, возможно, мы уже это и знаем, у нас уверен, оказывается, какое-то представление об этом празднике. Мы, верующие люди, в служении находимся не один год и бывали в разных мероприятиях, таких вот церковных, собранческих, но я бы хотел, чтобы мы чуть-чуть глубже вникли, дорогие, в этот смысл духовного, духовный смысл того, что Бог, зачем Бог дал вообще этот праздник, да, и я бы начал с такого интересного утверждения, что в Священном Писании праздник Шивот, праздник Пятидесятницы открывается для нас, как именно вот такой духовный, сельскохозяйственный праздник, понимаете? То есть есть очень глубокая связь здесь между Божьим откровением, да, которое Бог дал Израилю, истории его, да, его спасения, избавления, заветные отношения между Господом, да, и Израилем, и тем, что Бог ввел уже в обетовую землю, дал им эту землю, чтобы они работали ее, чтобы они вспахивали ее, и, конечно же, был добрый год, да, то есть мы видим, да, что действительно можно назвать праздник Шивот, праздник Пятидесятницы, именно таким образом сельскохозяйственный, духовный праздник. И есть интересные такие вот традиции, такие вот элементы, на которые я бы хотела обратить внимание, которые тоже могут добавить определенную новизну или свежесть нашему пониманию, библейскому пониманию в этом празднике. Например, можно задаться таким вопросом, что общего между чтением Торы всю ночь, сбором урожая и Святым Духом? И вот действительно все вот эти три духовных компонента, да, они как бы как раз и отображаются в этом празднике, который сегодня наступает. Во-первых, мы знаем, да, что, например, есть такая вот равенетическая традиция в округе недавно, как заповедь в Торе, но интересно просто упомянуть это, что читается Тора всю ночь, да, вот в течение праздника, то есть вот такого посвящения себе Торе. Понятно, что для многих читающих Тору, как бы, например, религиозных евреев, да, к сожалению, очень многое закрыто для них, это понятно, мы духовно понимаем, да, но сама по себе эта практика, да, чтение Божьего Слова, чтение Божьего Закона – это очень хорошая вещь, да, и мы призваны к этому, написано в этом ясно в Первом Соме. «Уваженный муж, который размышляет над законом Господнем, над Торой Господней день и ночь», да. То есть вот такая интересная традиция, которую мы видим именно в связи с праздником Шевуо, с праздником Пятидесятницы. Далее, так как я уже это упомянул в этот момент, действительно, праздник Шевуо является таким вот ключевым сельскохозяйственным праздником, сбором урожая. То есть вот к этому дню, вот сегодня 4 июня, да, обычно вот в это время уже начинается время сбора урожая в Израиле. То есть есть вот этот момент, да, который явно, ясно указывает на то, что это был тоже так же и сельскохозяйственный праздник, сбор урожая. Да, и мы видим, что мы видим, что Господь Бог, который сотворил небо и землю, который сотворил людей, который любит нас, он заботится о том, чтобы земля давала свой плод, плод свой во время свое, да. О чем это говорит, да, о Божьем проведении, что он есть Бог-творец, и что он заботится о земле, он заботится о людях, которые на ней живут, чтобы она давала те необходимые плоды для нашей жизни. И третье, дорогие друзья, на что бы я обратил внимание, это, что действительно это является праздник осуществия Духа Святого. Это праздник Пятидесятницы, и мы об этом читаем очень четко, ясно, в этом написано «Передяние Апослов» во второй главе. Итак, мы видим, что действительно этот праздник, он как бы и очень многозначителен для Древнего Израиля, и должен быть также очень многозначителен для Церкви Божией, для верующих сегодня. И важно обратить внимание, дорогие друзья, да, что в те древние библейские времена этот праздник, праздник Шаво, если дословно перевести, что это значит Шаво – праздник недель. Праздник недель, дословно, это неделя, да, почему неделя, потому что там корень этого слова Шаво – это Шево, да, семь, сколько дней в неделе? Семь, кто усыновил это? Сам Господь Бог, да, при сотворении земли, да, и всего, что наполняет, и также людей, правильно? Бог-то сотворил мир за шесть дней, на день седьмой почил, это Шават, день субботний, мы это знаем, да. То есть и Шаво как раз, значит, вот это праздник недель. Почему недель, друзья? Потому что мы начинаем отсчет с семи недель, сорока девяти дней от праздника Песах, праздника Пасхи. То есть должно пройти сорок девять дней, да, и потом, когда мы выпадает на день пятидесятый, да, то есть в семь недель закончили, день пятидесятый, после сорок девятого дня, понятно, да, что и это как раз есть вот этот праздник, да, Пятидесятницы. То есть на русском, да, он больше отражает именно что, друзья, да, именно как бы вот этот что-то, пятидесятый день, да, праздник Пятидесятницы. На иврите он выражает больше, как бы, момент недели, что должна пройти семь недель. Мы поняли, да, на английском называется пентакост, пентакост, то есть тоже пятьдесят, пятьдесят, то есть это пентакост из греческого и латинского цифра 50. Ну, чтобы мы, как бы, понимали терминологию, как бы, корни этого, да, вот. Поэтому мы видим, что действительно, насколько, как бы, связывает праздник Шавуот, праздник Пятидесятницы с чем? С предыдущим ключевым праздником, праздником Хага Мацот, то есть праздника Пресноков и Хага Песов, и праздник Пасхи, поняли, да? То есть мы видим, да, что Бог устанавливает определенную цикличность своего календаря. И важно обратить внимание, дорогие друзья, что это Божий календарь. Это не иудейский календарь. Это не календарь от Моисея. Это не установление какого-то маленького этнической какой-то группы, которая называется Израиль или Евреи из древности. Это Божье установление, это Божий праздник. Понятно, что сегодня нет у храма, понятно, что мы не должны прислежать к животным, понятно, что нет этого левицкого священства. Мы все это понимаем и я осознаю, да, но для каждого верующего, вне зависимости от его национальности, является ли он евреем по крови или же нет, да, я понимаю по Писанию, что каждый виблейский праздник, он многозначителен для каждого верующего. И, к огромному, к сожалению, очень много служителей и пасторов церквей, которые не вспоминают об этом, которые не учат этому, которые не хотят об этом проповедовать, друзья, и они просто как бы обкрадывают своих овец в духовном смысле, они обкрадывают их тем духовным наследием, которое Бог оставил нам в своем слове. У них-то это в Библии есть, да, но оно остается для них закрытым. Это очень много верующих, друзья. Это, конечно, очень печально, это неправильно, как я это понимаю. На основании Божьего слова видим, да, что в Новом Завете и Ишос сам праздновал все праздники Израиля, да, и апостолы вспоминали, да, понятно, 70-й год приходит разрешение храма, храма уже нет, до сегодняшнего дня его нет, мы это тоже хорошо понимаем, да, но когда и есть такая возможность с верующими собраться, да, благословить, помолиться, послужить Господу в этот день, как бы как-то отметить этот день, этот праздник. Я думаю, что это абсолютно нормально, это по Писанию, это не, тут нету ничего юн действующего, тут нету ничего заколического, как, к сожалению, некоторые верующие воспринимают, это как бы через призму своей какой-то, своей церковной традиции, абсолютно не имеющей в Писании ничего общего. То есть, к огромному сожалению, верующие готовы принимать различные небиблейские празднования, да, и отмечать их, вспоминать и говорить о них, да, как бы это все нормально. Все, что касается, что Бог дал израильскому народу, в Библии, в их же Библии, да, остается как-то все в стороне и как-то даже иногда и рассматривается как-то негативно, друзья, вы понимаете, да. Поэтому надо смотреть на вопросы по Писанию максимально объективно, как это только возможно. Понятно, что у каждого из нас есть что-то субъективное, понятно, что никто не может ответить на все духовные вопросы, и никто не знает все до последней инстанции по каждому пункту, да. Это один конской Бог все знают, да. Мы многое все равно не узнаем с самого конца, да. Потому что в Писании написано, что мы о чести знаем, о чести пророчествуем, да. Верокарифинам 13 глава. То есть, но с тем, что нам дано в Писании, мы должны пникать, мы должны пытаться понять, мы должны пытаться действительно подумать, как же это реализуется, например, в моей общине, в моем собрании, в моей семье, да, в моем служении. Это очень-очень-очень важно, дорогие друзья. И вот мы видим, да, что Господь дал эту заповедь израильскому народу, что народ должен приносить первую часть урожая Господу. Первую часть урожая Господу. И действительно мы видим, да, что это именно вот эта первая часть, да, то есть первая часть, это та часть, которая как бы всегда дается первая. То есть вот то, что нам Господь дал, мы Ему отдаем лучшее и первое. Вот этот духовный принцип тут тоже заложен. И также, конечно же, принцип благодарности Господу, когда мы благодарим Его за то, что Он нам дал. То есть фактически, да, я не, как я вот понимаю, во всех библиотеки и праздниках можно увидеть вот эту ключевую истину о благодарности. О благодарности, да. Вы всегда благодарите, за все благодарите. А это мы видим также и здесь, и в этом празднике Шиву отблагодарить Господа за сбор урожая. И вот действительно, когда они уже как бы собирают этот урожай, они уже собирают, и они приносят первые плоды, да, то есть предприношение первых плодов, когда происходит, начинается в конце Пасхи, да, с праздником первого плода, первого стопа, в Львии 23-й область, из 9-го по 14-й. Потом, затем, 7 недель спустя, наступает праздник Шиву от, праздник Пятидесятницы, да, или его как бы изначально имя Шиву от, праздник недели. И вот проходит 7 недель, то есть 49 дней, вот наступает Пятидесятый день, вот этот есть Пятидесятый день, дорогие друзья, да, есть день Пятидесятницы. И вот мы видим, что после того, как как бы храм был разрушен римлянами в первом веке нашей эры, то понятно, что очень многие обряды, связанные с праздником Шиву от, уже невозможно больше соблюдать. И мы понимаем, дорогие друзья, да, что при этом же духовный смысл остается. Есть такова очень интересная, как бы, еврейская традиция, в соответствии с которой Бог дал Израилю свою Тору именно в праздник Шиву от. Знаете, наверное, такое, да, что именно на праздник Шиву от Бог дал Израилю Тору. Опять-таки, эта традиция, это как бы не написано четко и ясно в самой же Торе, да, может ли быть такое? Может быть такое, конечно, Бог это да, да, но как бы я бы не утверждал, потому что четкого такого указания исторического я не вижу там. Ввиду этого понимания, да, интересно, что также этот праздник называется, например, в Израиле Хагма-Тан-Тора, да, то есть праздник Шиву от называется праздник времени дарования закона, вот. То есть Бог или даровал этот закон именно в это время, или раньше, или позже, мы этого точно не можем утверждать, да, но мы в любом случае благодарим Господа за его закон, мы в любом случае благодарим Господа за его Тору и во время праздника Шиву от, и во время всех других божьих установлений, которые он нам оставил из тридцов Священного Писания. И теперь мы можем обратить внимание, дорогие друзья, на несколько интересных моментов, которые мы видим в Новом Завете. Вот если мы можем открыть, дорогие друзья, книгу Деяния Апостола, вторую главу, книга Деяния Апостола, вторая глава. Можем немножко посмотреть, что говорит Божье Слово, книга Деяния, вторая глава. И вот мы видим следующее, прямо вот с первого стиха. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Кто это они? То есть ученики Господни, 120 учеников, Ишуа, они все были вместе. То есть о чем это говорит? Это говорит, да, что этот праздник наступил, да, и они были готовы принять. То есть они ожидали, да, обещанного от Господа. То есть то, что им Господь сказал, что он исполнит свою волю, он исполнит свое слово. Они знали и верили, что точно так и будет. То есть именно в этот момент, да, мы видим, да, что Божье установление, Божье как бы изволение является Израилю, и Дух Святой приходит, и действительно происходит великое пробуждение в Иерусалиме. Я бы хотел обратить наше внимание на некоторые моменты, которые тут описаны в этой главе в Иерусалиме апостола, во второй главе, которые, я думаю, что помогут нам углубить наше понимание Божьего слова. И вот посмотрите, да, что мы здесь видим. Книга «Деяния апостола» во второй главе, вот видим вот с первого стиха очень интересный момент, на который я бы обратил наше внимание. И вот мы видим такое здесь, такой момент, что тут написано, при наступлении Деопередесятицы все они были единодушны вместе, да? И тут можно задаться таким вопросом. Сегодня мы единодушны вместе? Да? То есть очень часто верующие могут собираться в одно молитвенном доме, да, могут собираться как бы для одного собрания, для одного служения, но они не всегда единодушны вместе. Вы понимаете? То есть как бы физически они могут быть в одном месте, а их сердце, да, нет. Понимаете? И мне кажется, что вот это очень важный момент, потому что сегодня христиане говорят, мы ждем пробуждения, мы ждем великого излияния Духа Святого. И это то, что мы должны действительно верить и ожидать. Да, это по Писанию. И Господь великий, Он творит знамение и чудеса, слава Богу. Но в то же самое время, дорогие друзья, если мы хотим вот такого как бы пробуждения, как было в книге Деяния 2 главы, мы должны быть единодушными вместе. То есть верующие должны понимать, что они принадлежат к Господу Богу, единому святому Богу Израиля, Яхве и друг другу. То есть если что-то, если вот как бы вот в этом Божьем порядке что-то нарушается, то не будет того вот излияния Божьего Духа, какой могло бы быть. Понимаете? То есть вот здесь-то как бы и великая вот эта Божья истина завожена, да, при наступлении Дня Пятидесятницы. Все они были единодушны вместе. То есть и сегодня действительно в этом огромная нужда. Огромная нужда, дорогие друзья, потому что очень много христиан и проповедников, и служителей, и представителей разных общин, да, и, к сожалению, далеко не всегда они единодушны вместе. Очень часто верующие находятся в раздоре, очень часто верующие находятся в разделении, в обидах, в разных лужуучениях, в разных непрощениях, в разных тяжелейших ситуациях, которые они себе причинили или кто-то им. И то, и то бывает так же. Понимаете? Поэтому вот в этом-то, я думаю, и благословение, когда мы вспоминаем о каждом библейском празднике. Мы смотрим на каждый библейский праздник, окей, это было тогда, сегодня я все равно не могу это все выполнить. Но что же оно значит для меня сегодня? Как же мне сегодня, да, вот как бы переместиться во времени и подумать, а как же мне вот исполниться вот этой благодатью, которую Бог излил тогда? Потому что Бог Господь не меняется, и слово его вечно. Поэтому многое действительно, конечно, прежде всего, все это на все воля Божья, но есть та часть, которая зависит сегодня от нас, как я понимаю, от каждого верующих. Поэтому действительно, тут есть великий благословенный пример из книги Деяния 2 главы, да, что они были единодушно вместе сегодня. Да поможет нам Господь, чтобы так и было в нашей жизни. И затем мы видим, да, что они, и вот приходит Дух Святой, и им являются разделяющиеся языки, как бы огненные, почели по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Очень важный момент, дорогие друзья. На что я вот тут обращаю внимание? И тут вот как бы заложена такая глубокая библейская истина, друзья. Истина заключается в следующем. Мы должны ожидать Господа. Когда особенно верующие собираются вместе, да, они должны ожидать явления Божьего. Они должны ожидать явления Божьей силы, Божьей благодати. Понимаете? Что очень часто сегодня происходит во многих собраниях, да, которые собираются вместе. Часто, не везде, но часто бывает то, что у них уже как бы, они уже знают точный ход служения, да. Они уже знают, что будет первое, второе, третье, четвертое. И с одной стороны, как бы правильно иметь определенный, как бы, ну, общий порядок, как бы так, кто будет проповедовать, да. Например, какие будут музыкальные служения, кто, что, ну, понятно, да, как бы определенный порядок, мне кажется, нормальный и по Писанию. Но в то же самое время тут нужно давать и возможность Духу Святому действовать. Понимаете? То есть потому что как? Вот человек думает, что он же все расписал, и Бог будет действовать по его расписанию. Понимаете? А мы не ожидаем, что Бог же действует так, как он желает. То есть и сегодня очень часто, да, разные рамки, которые сегодня верующие построят на служение свое, рамка на рамку, рамка на рамку, правило на правило, да. А где же дать возможность Духу Божьему действовать, да? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть есть по Писанию вот то, что мы тут, я во всяком случае вижу, из Деяния 2 главы, да, что это вот эта спонтанность действия Духа Святого. То есть Бог действует так и действует так, как Ему угодно. Дух Святого действует так, как Он желает, потому что Он Бог. И поэтому мы сегодня верующие должны, когда мы ведем какое-то служение, собрание, да, дать возможность, да, действию Духа Божьего. Понимаете? Это очень-очень-очень важный момент, дорогие друзья. И хочу вам привести конкретный, как бы, принцип по этой теме из другого новозаветного отрывка, из 1 Коринфянам 14 глава. Посмотрите, что здесь написано. 1 Коринфянам 14 глава. Обратите внимание на стих 26. 1 Коринфянам 14, 26. И здесь мы видим нечто очень-очень-очень-очень важное. Что здесь написано? Посмотрите, друзья. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Аминь. То есть, что мы здесь видим, друзья, да? Мы здесь видим, что, когда верующие собираются вместе, то вполне нормально, если там действительно идет по Писанию служение, если люди исповедуют Евангелие, Писание, как об основе учения здравого, и библейский, и мессианский, да? И если же... То есть, мы должны быть готовы, да, что действительно Дух Божий будет действовать, да? И мы должны быть открыты, как бы, действуя дарам Духа Святого, во время даже наших собраний. Потому что очень часто в одном собрании запрещают, в одном другом собрании запрещают другое, да? А получается, что не дают действовать Духу Божьему. А тут написано другое, друзья, да? Верахове 14, 26, тут дан конкретный пример, принцип заповед Божий, да? У каждого здесь псалом, у кого-то есть поучение, язык, откровение, столкование, все и все добудет назидание. Вот такая модель служения, друзья, это то, что было в Деянии во Второй главе. Вот не только во Второй, вообще через все книгу Деяния мы это видим, да? Мы как бы в частности во Второй главе. Вы поняли? То есть мы видим, да, как Дух Святой действует во всей полноте, во всей силе, во всей благодати. Слава Ему. И вот мы видим здесь, дорогие друзья, да, что здесь происходит. Какой интересный такой вот духовный момент, на который бы стоило бы обратить наше внимание. И вот мы видим здесь, дорогие, что то, что тут мы читаем в этой Второй главе, да, что был сильный ветер, да, и они исполнились, да, исполнились все Духа Святого, начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть мы видим, да, что именно на праздник Шавуот, именно на праздник Пятидесятницы Дух Божий, да, дает как бы свой первый духовный дар своим детям на земле. Вот по этой главе мы видим, это дар иных языков. То есть это будет действительно сверхъестественный дар, когда Бог им дал возможность говорить на чужих языках, как бы говорить на других языках, говорить Слово Божие, Евангелие доносить, друзья дорогие. И сегодня многие спрашивают, а есть ли это дар Духа Святого сегодня? Конечно же есть. Есть случаи конкретные, даже зафиксированные, когда люди идут благовествовать в разные места, когда они не знают языка этого места, этого района, этого региона. И вдруг Дух Святой дает им возможность благовествовать на этом языке другим людям. И такое есть. Слава Богу, друзья. И это не связано опять ни с какой динаминацией. Это не связано ни с какими конфессиональными ограничениями, друзья. Это работа Духа Господнего. Как Ешуа сказал в Иоанна Третья Глава в беседе с Никодимом, Дух дышит где хочет. Помните, да? Вот так действует Дух Господний. Это сам Бог. Слава Ему. И вот мы видим, да, что этот потом сделался шум, собрался народ и пришел в смятение. Каждый слышал их говорящих его наречиям. Представляете? Сколько там было наречий, сколько там было людей из разных, как бы представителей из разных стран. И они могли понять Божье Слово в этот момент, в этот день. Какое замечательное откровение. И фактически, дорогие друзья, да, мы видим, что в результате этой проповеди, которую здесь, которую произносит здесь апостол Петр, да, сколько спасается в один день? Три тысячи человек, друзья, да? Три тысячи человек. Какое замечательное благословение. Фактически, эти три тысячи человек становятся как бы первыми плодами Богу в жатве сердец человеческих. Вы понимаете? Вот эти три тысячи человек, друзья, становятся действительно вот этим замечательным плодом в Божьей жатве. Прямо где? Прямо в городе Иерусалиме. Прямо в том месте, откуда Господь начал совершать свое дело спасения. То есть мы видим, что вот этот как бы праздничный круг, он сомкнулся здесь, вот через вот это великое пробуждение, которое совершает Господь Бог. Здесь вот в книге Деяния апостолов во второй главе. И тут мы видим силу Божью, тут мы видим любовь Божью, тут мы видим Божье проведение, да, и очень важная духовная истина, дорогие друзья, да, о значении важности Божьих законов и принципов, которые Бог дал через Моисея, насколько они важны и для верующих сегодня, дорогие друзья. Потому что этот праздник и есть тот праздник, который заповедовал Господь тысячу лет тому назад на страницах книг Пятикнижия Моисея, Торы, слава Господу. И вот мы видим, дорогие друзья, да, что вот этот праздник Шивот, который был дан самим Господом, он многозначителен, он важен, он глубок, и это действительно урок того, что у нас есть один Господь, что у нас есть одна вера, что у нас есть одно священное Писание в наших руках, друзья, и да поможет нам Господь следовать Ему, проповедовать Его, помогать другим, и действительно, чтобы еще было много урожая такого вот праздника в нашей жизни и в тех, кому мы служим, друзья, и в Израиле в самом сегодня, и здесь, где мы находимся, чтобы было много доброго плода во славу Неба. Слава Господу. Аминь. 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 Аминь.